Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие зрители Пермского края! Мы не зря пригласили к нам в студию врача и первоклассника. Дело в том, что это их глазки сейчас очень сильно устают от напряжения. Зачем, в принципе, нужна гимнастика? Ну, хочется отметить, что действительно огромное засилие в нашей жизни гаджетов особенно влияет на наших любимых детей, на школьников. Потому что глаз еще не сформирован, и вот эти несоразмерные нагрузки вблизи приводят, как правило, к формированию близорукости. Чтобы этого не произошло, как раз рекомендуется основной это зрительный режим и зрительная гимнастика, которую мы вам сегодня покажем. Дорогие родители, не бойтесь словосочетаний «гимнастика для глаз». На самом деле все это не так сложно, и подсобные материалы вам в помощь. Что вы приготовили? Буквально пять минут у меня заняло, дорогие родители, нарисовать такие простые таблицы, которые помогут вашему ребенку заниматься и делать гимнастику с интересом без вас. Как они работают? Как они работают? Итак, Ян, смотри внимательно на центр таблицы. Делаем горизонтальное движение вправо и влево. Ты видишь стрелочки, да? Смотрим глазками вправо, влево, вправо, влево. Переворачиваем таблицу и делаем упражнения. Те же движения глаз, только вертикально, вверх и вниз. Эти упражнения можно делать до пяти раз каждое. После каждого упражнения закрываем глазки, немножко поморгать и приступаем к следующему упражнению. Тоже очень простому. Круговые движения глаз по часовой стрелке. Молочи, да? И против часовой стрелки. Буквально пять минут у меня заняло при подготовке к этой передаче нарисовать эти таблицы, поэтому на самом деле все очень просто. Похоже немножко на песочные часы. Двигаем глазами по направлению стрелок, описывая вот такую фигуру, что позволяет укреплять не только прямые, но и косые глазные мышцы. Вообще гимнастика наша направлена на укрепление глазных мышц, на улучшение трофики питания глазных мышц и, соответственно, на профилактику развития близорукости. В принципе, Анна Владимировна, как часто нужно посещать офтальмолога, ну вот с ребенком в данном случае? С ребенком не реже одного раза в шесть месяцев. Если же у вас есть уже близорукость, проблемы со зрением, лучше это делать раз в три месяца, потому что только все-таки правильно подобранная, профессионально подобранная оптическая коррекция очки также обеспечивает профилактику прогрессирования близорукости. Берегите свои глаза, глаза своих детей, давайте им отдохнуть. Мир вокруг прекрасен, и только глаза помогают нам любоваться изобилием его красок. С добрым утром!